В рамках нашего урока по книге «Непри Шахаим» 4 главы, которая касается Торы, хочу коснуться того, что мы сегодня, неделю до Песоха, о связи Песоха с Торой. Как известно, сказано в Перке вот, что слова «харута ла лохот», буквально вырезанные на скрижалах, имеются буквы, истинные лечения, вырезанные на скрижалах, не читают «ахарут», вырезанные, читают «ахерут», буквально «свобода», «свобода». То есть понятие «харут», «свобода», оно основано на той, когда человеческое сердце, на нем вырезаются слова Торы, они впитываются им до конца, тогда он, действительно, человек свободный. Свободным от чего? От, собственно, поработителя самого большого этого, собственно, другого начала. Он освобождается от всех других порабощений, которые в нем есть. Так он идет по воле Творца, с волей Творца, он, да, принимает из себя бремя Торы, с полной воли Творца, но это освобождает от всех остальных его порабощений. То есть в этом смысле истинный конец освобождения из Египта, это было действительно получение Тора на горе Зинай. И хотя мы говорим в наших праздничных молитвах «зман херутейну», время нашего освобождения, но смысл этого, что освобождение это, оно кончилось, оно началось сейчас и кончилось на горе Зинай. Почему так называется сейчас «зман херутейну»? Потому что наши отцы выходили из Египта с тем, чтобы они выходили из Египта, чтобы принять на себя Тору. Поэтому выход из Египта, чтобы принять на себя Тору, это то, что делает уже изначально этот выход, как «зман херутейну», как начало освобождения. Более того, мы не раз так говорили, что начало Торы, начало дарования Торы нашего народа, нашего народа началось между девятой и десятой с казнью. Это заповедь о Рашходыше, заповедь о пасхальной жертве, о запрете Кваснова. В этом есть особый смысл, потому что, так как наш народ и его свободно зависело от принятия Торы, значит, нужно было не просто на будущее принять Тору, а хотя бы начать что-то принимать на себя еще до выхода из Египта. Это принять Тору на себя. Тогда сделали обрезание, обреть мила, как пасхальную жертву. Остальное, что Баламаршар Абейн передал нашему народу то, что ему наказал передать и заповедать. Все это вместе, это было начало принятия Тора на Гали Синай, это было начало освобождения. Есть еще одна вещь, очень принципиальная вещь, это связь между Торой и верой. Песах называется праздником Хага и Муна, праздник веры. Реально наша Великая Пасхальная ночь, с которой мы с Божьей помощью достойимся скоро, это тот самый канал, великий канал, по которому мы передаем веру в Творца, веру в выход из Египта, веру в Тору, нашим детям, и то, что наш народ получил от своих отцов, от своих дедов, то, что он идет дальше своим детям, своим внукам, своим правнукам. То есть, основа веры — это праздник Песах. Есть тут одна очень важная вещь. Именно мы сейчас говорим, что выход из Египта был началом принятия Тора на Гали Синай. «Невозможно Тора без веры. Невозможно постигать Тору, не зная, не веря, что Тора получил от Всевышнего». Если вдуматься в это, пишет Равольбов в своей книге «Лайшур», как построен Талмуд? Он построен очень просто. Очень просто. Это не так просто, но вроде бы просто. Есть какое-то высказывание, он находится в виде его противоречия, противоречия задают, его разъясняют. На чем построено все это? Очень просто. И так мы знаем, что Тора едино, Тора творца, там нет противоречий. Поэтому, когда есть две вещи, вроде бы друг другу противоречия, надо поставить вопрос, и у него точно есть ответ. Мы не всегда его ответы знаем. Суть вопроса, когда возникает вопрос, противоречия, означает, что мы находимся на каком-то мелком, неглубоком понимании Торы, этом неглубоком слое, там есть противоречия. Но если мы покопаемся глубже, то увидим вещи более глубоко, а там нет противоречий. Это вещь, которую знает и понимает любой, кто по-настоящему немного учится, хотя и немного. Но по большому счету, Торпич Равольба, вообще, все построение Талмуда, наших великих мудрецов и Талмуда, и главным, решенным, охранным, законодателей всех поколений. Особенно в чем? В вере и знании, что каждое слово в Торе – это истина. Если мы этого не знаем априори, то у нас нет Торы. Поэтому, безусловно, выход из Египта – обретение веры. Обретение веры. Вера в Творца. Более точно не просто обретение веры в Творца, но вера была получена нашими отцами еще от праотцов Афрама Сакаякова. И когда пришел Машир Абейн и сказал эти слова, что Всевышний… Это слова, которые, так сказать, народ знал, что это признак освободителя, все поверили ему. Поверили ему. Это вера, которую наш народ получил еще от отцов Афрама Сакаякова, которая усилилась, когда наш народ присутствовал и видел все десять казней, которые всевышний раскрылся, как царствующий над всем, от самых низких сфер, от самых высоких сфер. Это та основа, которая была основой Торы. И более того, когда мы переходили через море, море раскрылось, пишет Араха и Макадош, заслугу того, что мы шли получать Тору. Но реально, что мы достоились при раскрытии моря? Мы достоились того, что весь народ по-настоящему полноценно поверил во Всевышнего и во Пророка Маше. Поэтому это основа веры. Это то, что питает всю нашу Тору. У человека, у которых отсутствует цельная вера в Тору, пусть учатся. Есть у Тора великое достоинство. Свет Торы приводит к вере. Но пока у него еще нет цельной веры в истинность Торы, у него еще нет истинного изучения Торы. Он его приобретет, он будет учиться и постигнет свет в Торе. Этот свет Торы, который есть у нас в Торе, он придет его и к вере, безусловно. Но истинное обретение Торы – это когда Тор идет вместе с верой. Если мы еще вдумаемся, то и дарование Торы на горе Синай, когда открылся на горе Синай, это было раскрытие Творца в этом мире такое, что это вера в Творца, она запечатлелась глубочайшим образом в наших сердцах. А другое, что ли, было раскрытие Тор? Хочу сказать несколько слов. Это вещь очень принципиальная. Есть у нас, привлечается Лель Седер. Это великий день, это великая ночь. И чрезвычайно важная ночь. Есть, понимаете, заповедь каждая имеет свой удельный вес. Мы его не знаем, он чрезвычайно велик и высок. Но и вещь, что мы тогда можем понимать, даже не понимая до конца все величие и высоту заповедей. На чем держится еврейский народ? На чем держится вся Тора? На передаче от отца к сыну. Когда передачи этой нет, то есть мы, которые потеряли эту передачу от наших отцов, нам надо было наградствовать ее со стороны, со стороны наших ущелей. Но это не то. Не так должно тоже передаваться. Да, Всевышний нам даровал ущелей. Я еще застался учиться без Казильбера и других больших-больших людей. Но вот та сила, то, что у ребенка укладывается, буквально впитывается с молоком матери, из уст отца, который рассказывает, и отца, и деда, рассказывает о году. Рассказывает о году с сам полной цельной верой. Весь проникнутый в важность того, что он делает. Он передает Тору своим детям, своим внукам. Это сила передачи Торы. Она надержится весь наш народ. Поэтому у нас есть, слава Богу, у нас есть дети, у кого есть дети, у кого есть уже внуки. Нам надо знать, что эта пасхальная ночь, Лель Седер, это время и место, когда мы вкладываем в сердца наших детей веру, веру, радость, веру в радость, веру в выгоды из Египта, веру в Тору. То есть та самая цепочка, которая связывает наш народ с Творцом, с горой Синай. Эта цепочка, я думаю, что самое важное в день, в году, когда цепочка передать дальше, это Лель Седер. Лель Седер. Поэтому чрезвычайно важно к этому подготовиться. Я понимаю, есть еще другие дела перед Пересохом. Это трудно, я это знаю. Я к этому привык. Помню, хорошо, когда мы еще делали Седер первый, когда мы были еще молодой парой, парочку маленьких детей, иногда они спали одну ночь, две ночи, чтобы все успеть. Я знаю это. Но я знаю еще одну вещь. Когда мы трудимся перед Пересохом, чтобы все это сделать как хорошо, кошерно, без хамится, без других вещей, то получаем на Лель Седер совершенно другие силы. Совершенно другие силы. В предыдущем можно заснуть на хат гадье на столе. Это бывало со мной. И даже немножко раньше, после четвертого бокала. Бывало такое. Но важно, чтобы Седер прошел с удушевлением, с радостью. И самое главное, чтобы дети наши были довольны. Были довольны, были рады. Тут нет, тут знаете, я говорю очень простые вещи. На Лель Седер нет места для придирок, недовольства детьми. Надо дать им максимум добра, максимум радости, максимум приветливости. Если хочешь конфеты, пусть тебе будет конфета. Хочешь орех, пусть тебе будет орех. Возьми шоколадку, съешь ее, проснись и слушай дальше. Понимаете, присутствие шхины, оно, присутствие в нашем народе, там, где есть радость. Радость тоже рада заповедей. Нам необходимо знать, что надо, чтобы Лель Седер был радостный. И для нас, так как у нас не будет внутренней радости, то мы не можем то, что у нас нет, передать нашим детям. Понимаете, представления не помогают. Представления не стоят ничего. Это помогает еще наоборот. Дети привыкают к двуличию. Это радость, это передача того, что мы получили Тору от Всевышнего. Мы передаем дальше, передачу чудес, выхода из Египта. И чтобы это стало, чтобы это стало нашим, с частью нашего собственного Я, с частью нашего мира ощущения, чтобы это перед нашим детям. И, конечно, очень важно, чтобы жены были, и чтобы рада наших жен, наших детей. И до Седера, и во время Седера, и после Седера. Я знаю одну вещь. В Лель Седера люди получают совершенно огромные силы. Есть глубокий смысл. Я знаю почему. Написано, Аризел об этом пишет, что тот свет, который раскрылся при выходе из Египта в Лель Седер, он был совершенно чудесным, даже не в смысле этого мира. Есть этот мир, есть мир более высокий. Более высокий мир, и там тоже есть какой-то порядок. Что не беспорядок. Есть уровень света, уровень закрытия его и так далее. Есть все уровни. Так выгодность из Египта был чудесным даже для высших миров, а не только для этого мира. И вот то, что Всевышний нас взял тогда из низкого состояния, вывел нас из этого тумного места, скверного места за Египет, взял его к себе. Этот свет появляется заново каждый год. Поэтому, когда мы делаем Агаду, я помню, хорошо говорил Рапинкулс, что Агада человека ведется сама за собой. Он, хочешь не хочешь, она идет. Конечно, есть разница, когда человек к этому готовится, когда человек не готовится. И, безусловно, если вы говорите о вере, у веры есть немного аспектов. Вера в Творца, открытие нами в Атору, вера в то, что Всевышний нас правит, руководит все годы. И все это, все 13 основ веры, они являются раскрытием одного единого, единства Творца. Как говорится, известно, что Агад, Един, это его гематрия, его чистое значение – это 13. Единство раскрывается в 13 основах веры. И, конечно, вдуматься в эти вещи, и, действительно, чтобы для нас, для наших детей, для наших близких, всех, все, кто... Лель Сендер превратился в живой урок истинности всех основ веры. Это основа всей этой ночи. Чтобы рыхл из Египта был для нас источником знания единства Творца во всех его аспектах. Это единство Творца, которое мы можем постигнуть, это, действительно, тем, что основа всей Торы, и изучение, исполнение, понятно. Для вас будет еще одна вещь. Есть вещь, которая предшествует Лель Сендер. Это заповедь Бюру Хамец – уничтожение Хвастнова. Смысл этого очень простой. Напишет Зоар, что смысл изучения Хвастнова – это намек сквозным связанным силой зла. Нам необходимо прийти в Лель Сендер. Это зло. Хамец. Из себя, из наших домов, из наших владений и жиль. И не дай Бог, не дай Бог, не полно ничего гаснул в рот. Есть две вещи, которые связаны с другом, но они тоже необходимы. Это связь между верой Творца и трепетом перед ним. То, что касается Хамец, для нас это приучение приучить себя к страху перед Творцом и страху нарушить его закон. И единственное, что здесь важно, надо, чтобы эти труды перед Пейсахом, которые являются необходимыми для… Необходимо было… И жить из себя Хамец – это вещь, что необходимо. Без этого нет Пейсаха. Нет Пейсаха. Надо, чтобы эта вещь была для нас… Была вместе с радостью. Приходу к Пейсаху. Радостью, чтобы радовать заранее, что скоро будет Пейсах. И радость самой Пейсах, радостью открытия веры. То, что мы расставимся заново сейчас в Пасхальную ночь. То, чего мы не удостоились сами получить от наших отцов, наших дедов. Мы удостоились сейчас заново передать нашим детям основы нашей веры, рассказы о выходе из Египта. И тем, чтобы они это передавать дальше своим детям, своим внукам. И так, с помощью, мы все возвращаемся обратно к цепочке передачи Тора из поколения в поколение. Пейсаха. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...